День победы, как он был от нас далёк, Как костре в воду считает уголёк, Пыльёрст. Обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли, Этот день поверили порохом права. Это праздник с сединою на висках, Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Главная песня нашей страны прозвучала во дворах домов, где живут наши дорогие ветераны, люди, которые приближали этот день, как могли. И вот спустя 79 лет мы всё так же встречаем этот праздник со слезами на глазах. Глава городского округа Андрей Булгаков приехал поздравить военного лётчика-штурмана, труженика тыла Ивана Ивановича Гайдедея. В 12 лет он попал в оккупацию в Луганске. После освобождения стал сыном полка воздушного наблюдения, передавал данные о движении врага радистам. После войны служил в военных гарнизонах, последним местом работы стал Чикаловский аэродром. Несмотря на преклонный возраст, Иван Иванович вышел из дома, чтобы принять поздравления и спеть вместе с артистами. Первый тело, первый тело, салоёк и... Ну, а девушки, а девушки потом... Без внимания не остался ни один ветеран. Свидетели героических и трагических страниц нашей истории, участники Великой Отечественной войны, друженики, тылов, вдовы, героев, для каждого была организована концертная программа во дворе по уже сложившейся доброй традиции. Фронтовые песни и стихи о войне прозвучали в исполнении артистов Щелковского духового оркестра, ансамбля русской песни, распевы, преподавателей и воспитанников музыкальных школ, коллективов дворцов культуры нашего округа, а также победителей окружных конкурсов чечцов. Ветеранам вручили цветы и подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы нашего городского округа Андрея Булгакова. В эти праздничные дни и всегда главным остается наше внимание и наша забота о людях, которые дни и ночи битву трудную вели, но этот день приближали как могли. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Владимир Логачев, Ярослав Трубин, Щелковское телевидение.